Слава нашему Господу, братья и сестры! Я хочу прочитать Слово Божие, порассуждать 1 Петра, 1 глава, 18-й, 20-й стих. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначено еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Слово «искупление» имеет два значения. Одно значение «искупление» по-еврейски – это покрытие. И второе значение «искупление» – это купить обратно, искупить. Также, благодаря жертвам, которые приносились в день искупления, Йом-Кипур, грехи израильского народа покрывались временно. Это не была совершенная жертва. Они покрывались только на один год. И затем переосвященник опять входил во святое святых, принося следующие жертвы на следующий год. И из слова Божия говорит апостол Павел, посланник евреям, в 10 главе, «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Кровь животных была несовершенной жертвой. «Но когда наш Господь Иисус Христос пришел на землю, прожил 33 года праведной жизнью, исполнил закон, потому что никто не в состоянии был исполнить закон, но Он один 24 часа в сутки исполнял этот закон. И Иисус задал такой вопрос, «Кто из вас может обвинить Меня в неправде?» То есть, не было никакого человека, который был заметил за Ним, что Он сделал что-то неправильно. Его жертвой Он был чистый, непорочный агнц, который взял на себя наши грехи телом Своим, вознес на Голховский крест. «И когда Он пролил Свою святую кровь на Голховском кресте, Его жертва уничтожила, смыла и уничтожила грех». Евреям, 9 глава, 26 стих, апостол Павел написал, «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Мы видим, что жертва Иисуса Христа была совершенной жертвой. Его жертва полностью изгладила и искупила грех. Через цену крови, которую наш Господь Иисус Христос заплатил на Голховском кресте, Он искупил нас из рук дьявола. Апостол Пётр написал, что мы, как мы читали вначале, «искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа». Чтобы правильно понять, почему за наше спасение заплачена цена крови Иисуса Христа, нам нужно знать, что Писание, что Слово Божие говорит о крови. Нет никакой другой темы, которая бы так часто не повторялась в Библии, как тема от крови. Начиная от книги «Бытия» и заканчивая книгой «Откровения», в ней в том или ином месте говорится о крови. Когда вспомним, когда вначале, когда Адам и Ева согрешили, то здесь же в Эдемском саду Господь сделал для них одежды кожаные, то есть за них грех умерла невинная животная. И он, сам Господь, сделал им одежды кожаные. И сам Господь объяснил первым людям, что приближение к Богу и общение с Богом может быть только через кровь невиданного животного. Также в Эдемском саду Господь дал обещание, что придет Мессия, семя жены, которая поразит дьявола в голову, и корона дьявола падет. Что, начиная, здесь первые люди стали приносить жертвы за грех. То есть за их грех умирало невинное животное. Мы вспомним, когда Авель и Каин, первые дети, которые появились у Адама и Ева, они также приносили жертвы. И помним, что Авель принес жертву крови от первородных стада своего, а Каин принес плодов земли. Здесь мы видим, что Господь принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. То есть, когда Авель верой принес жертву крови, то он пошел путем, который Господь уже предопределил, чтобы они выполняли. И он повиновался верою Богу. А Каин пошел своим путем. Он принес жертву, принес плоды земли. И апостол Павел в 11 главе к Евреям пишет, «Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Как мы видим, что Авель принес жертву крови, принес жертву угодную, на которую Бог призрел. То есть, он пошел путем таким, как Бог предназначал для людей. И поэтому он принес жертву верою. И он назвал в книге, в Библии, одним из первых верующих людей, который поверил Богу и принес жертву крови. Также, далее мы читаем, что также и патриархи Авраам, Исаак, Иаков, они также приносили жертву крови. И Бог избрал Авраама, заключил с ним кровный завет. И Бог сказал ему, чтобы он вышел из земли своей, из родства своего в землю, которую Бог обещал ему отдать. И он пошел. Почему Господь вывел его? Потому что он жил в Уре-Халдейском. И его родственники, они были идолопоклонниками. Они поклонялись луне и звездам. И чтобы избавить их из этой среды, Господь сказал, выйди из земли своей. И когда Авраам вышел из своей земли, и пришел в землю Палестины, где он заключил с Авраамом завет, и зачем Господу было надо заключать завет с человеком? Господь справедливый Бог. Господь праведный Бог. Он никогда не нарушает своих законов, постановлений, которые он установил. Потому что, когда первый человек согрешил и отдал, поклонился дьяволу, то Господь на законных основаниях хотел послать в мир своего сына. Он не отменил. И чтобы этот человек, родившийся от жены, он уже Господь, но он стал сыном человеческим, который на законных основаниях заберет власть у дьявола. Мы знаем, когда народ израильский размножился, то Господь переселил израильский народ в Египет, где они находились около 400 лет. И когда он размножился, усилился, то египтяне стали бояться его. И они поработили израильский народ и стали притеснять его. Они также было повеление умерщвлять всех младенцев мужского пола, чтобы они не размножались. И вот когда израильский народ возопил к Богу, то Господь послал Моисея, чтобы вывести израильский народ из Египта. И для того, чтобы вывести израильский народ с Египта, Бог повелел Моисею совершить Пасху. Когда они заколали агнца на каждое семейство, и кровь, собранная в сосуд, наносилась на косяки и перекладину дверей, чтобы ангел смерти, который будет проходить, не поразил первенцев. И затем этот завет с Авраамом обновился во время этой Пасхи. Он напомнил израильскому народу, обновился в сознании израильского народа. После того, как израильский народ вышел и на 50-й день пришел к горе Синай, где сам Господь сошел на гору Синай, Он дал 10 заповедей через Моисея и заключил с израильским народом Ветхий Завет. И апостол Павел в 9-й главе пишет, в 18-й стихе ниже, «Почему и первый завет был утвержден не без крови, ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону, пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленую и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь Завета, который заповедал вам Бог, также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Если в Египте, когда они совершали Пасху, то кровью они кропили косяки, наносили кровь на косяки и перекладину дверей, то здесь они кропили сосуды богослужебные, книгу Завета и народ. То есть контакт с кровью был более близкий. Почему Бог постановил, что должна за грех принесена кровь невинного животного? В Левитт 17 глава 11 стих сказано, «Потому что душа, тело, в крови, и я назначил вам, ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Мы знаем, что в Ветхом Завете, что бы они ни дели, при освящении Дома Божьего, также при освящении священников, при рождении ребенка, при жертве за грех, жертвы во время торжественных праздников, путь к общению к Богу лежал только через кровь. Так как душа или жизнь, которая находится в крови, поэтому кровь, которая приносилась Богу на алтаре, обладала искупительной силой. Цена крови соответствует цене жизни, жизни, которая находилась в ней. Так, кровь овцы или козла, она была менее ценной, чем кровь тельца, потому что жизнь тельца была более ценной, чем жизнь овцы или козла. Также жизнь человека, она более ценна, чем тысячи тельцов или овец. А в крови Иисуса Христа находилась жизнь Сына Божьего. Поэтому в одной капле крови было силы больше, чем во всем сатанинском царстве. Потому что сила крови Иисуса Христа в крови Иисуса Христа – это не меньше, чем сила самого Всевышнего Бога. Все жертвоприношения были прообразом, были тенью, которые указывали на Мессию, к которой Он придет. Бог дал в Ветхом Завете пять жертвоприношений. Жертва за грех, жертва повинности, всесожжение, хлебное приношение и мирная жертва. Так, жертва за грех, жертва повинности говорила о том, что человек, который приносит эту жертву, желает, выражал желание общаться с Богом. Всесожжение хлебное приношение, что человек готов к общению с Богом. И мирная жертва – это прообраз нашей вечери Господной, когда человек разделял вечерю с Богом. Все эти прообразы указывали на Иисуса Христа. И так продолжалось полторы тысячи лет, когда на землю пришел Сын Божий, наш Господь Иисус Христос. И все, которые примет Его как своего Господа и Спасителя, они получают освобождение, искупление от греха. Когда Иоанн Креститель увидел Иисуса Христа, который шел к Нему, чтобы креститься в Иордане, он сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Также Иоанн Креститель 1 Иоанна 33 стих сказал, на кого увидишь Духа Сходящего, пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым. Но прежде чем Дух Святой сошел на учеников, а затем на верующих, Иисус Христос должен был пострадать на Голговском кресте. Завершив свое земное служение, Иисус Христос добровольно пошел на Голговский крест. Я не буду об этом много говорить, но прочитаю некоторые моменты. Иоанна 18 глава 3 стих ниже. Итак, Иуда взял отряд воинов, служителей, первосвященников и фарсеев, приходит туда с фонарями и светильниками, с оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищите? Они отвечали, Иисуса Назарея. Иисус же говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Он спросил их, кого ищите? Они отвечали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищите, оставьте их, пусть идут. Представьте себе картину, что воины, которые участвовали в многих сражениях, пришли с мечами, пришли арестовать Иисуса. И когда он сказал, это я, они отступили назад, как написано, и пали на землю. Зачем они это сделали? Просто так. Да потому что от него исходила такая сила, практически арестовать его было невозможно. Эта сила отбросила их назад. Они отступили и пали. И вот далее. То есть против его воли нельзя было арестовать. Он добровольно отдал себя в руки воинов. И когда дальше? Когда был суд Синодрионов, когда привели к его, и собрался Синодрион, и первосвященники, и старейшины, и все, которые искали лжесвидетельства, чтобы обвинить Иисуса и предать его смерти. Но не находили. И тогда первосвященник видит, что суд разваливается, что у них ничего не получается, он сказал, как написано Матфеем, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящий одесной силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разорвал одежды и сказал, «На что нам еще свидетели?» Вы знаете, что если бы Иисус промолчал, у них не было никаких доказательств предать его на смерть. И когда он спросил, «Ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус отвечал, «Я». Он добровольно пошел на крест. Когда он разорвал свои одежды, в Ветхом Завете первосвященник не имел права раздирать одежды. Он был первосвященником. Разодрав свои одежды, этим самым он говорил, «Я больше не первый священник». Также евангелист Матфей описал Голговские страдания Иисуса Христа. Матфея 27 глава 45 стих ниже. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, и около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Или, Или, лама сова фани», то есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоящие там слышали это говорили, «Илию зовет». И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом, наложил на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. И Иоанн, ученик, который был, присутствовал там, когда Иисуса распинали, и с последним словом было «совершилось», то есть совершился план Бога Отца, который послал Мессию для искупления человечества. И Он умер за наши грехи, пролив Свою святую кровь. Он подчинил Себя воле Отца и был послушен Ему до смерти и смерти крестной. И вы знаете, что Божья святость, она в себе содержит две стороны. И Божья справедливость, и Божья любовь. Божья любовь не хотела оставить человека, она хотела спасти его. А Божья справедливость не могла просто так, без наказания. Поэтому за грех умирали животные, и она не могла удовлетвориться тем, что любовь хотела спасти. Поэтому Бог решил эту проблему тем, что отдал Сына Своего в жертву милостивления за грех, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И когда Его кровь удовлетворила справедливое требование закона, тогда силой, которая содержалась в крови Иисуса Христа, Бог воскресил его из мертвых. То есть, кровь Иисуса Христа открыла гробницу. Сила, которая содержалась в крови Иисуса Христа, Он победил смерть, Он победил ад, Он победил сатану. И также мы видим, что кровь Его открыла гробницу. Далее апостол Павел в 9 главе пишет, «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вечное искупление, которое Он принес. Кровь Иисуса Христа удовлетворила все справедливые требования закона. И Он приобрел вечное искупление. Не нужно больше приносить жертву козлов или тельцов и так далее, потому что Его, святая кровь, сделала все. И теперь каждый, кто принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, и приходит к Нему, то наш первосвященник Иисус Христос, который сидит по правительству Бога Отца, говорит, «Я за Него пролил свою святую кровь». И Господь выдает решение. Прощено. И кровь Иисуса Христа, который находится во святом святых небес, держит эти небеса открытого для каждого кающегося грешника. Апостол Павел в Первом Коринфянам пишет, «Ибо я», в 11 главе 23 стих ниже, «я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечерей сказал, «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание, ибо всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Вечеря Господня является тем заповедью, которую мы должны исполнять. Также от Иоанна в 6 главе 53 стих сказано, Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь». Что значит возвещать смерть? Что сделал Иисус на Голговском кресте? Он победил ад, победил сатану, победил смерть, Он даровал нам победу, Он искупил нас из рабства греха. всякий раз, когда мы осуществляем хлебопроломление, мы торжествуем Его победу, то, что Он сделал для нас. Без этой победы, без этой смерти, мы никогда бы не имели надежду быть спасенными, а Он все сделал для нас. И все, что сатана украл у нас, Иисус Христос вернул нам на Голговском кресте спасение искупление, исцеление от всякой немощи и болезни, благословение, общение с Богом. Также нам необходимо сказать, что когда мы участвуем в вечере Господней, то также надо читать Слово Божие и молиться. У Иоанна 1 главе 1 стих сказано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плоти в 14 стих и обитало с нами. То есть Иисус Христос это Слово Божие. И точно так, как хлеб дает силу для нашего тела, точно так же, когда мы читаем Слово Божие, это дает силу для нашего Духа. Точно но мы не только должны читать Слово Божие, но также пребывать в молитве и исполняться Духом Святым. Потому что апостол Павел 1 Коринфян сказал, а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Если мы только участвуем в хлебопреломлении и просим прощения, принимаем хлебопреломление, уходим домой и живем своей жизнью, не читаем ни Слова Божие, не молимся, но считаем, что это будет недостаточно, потому что нужно не только участвовать в вечере Господней, но также читать Слово Божие и молиться исполняться Духом Святым. Дух Святой дает жизнь Духу нашему. И апостол Павел Кринон говорит, ибо сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Итак, участие в вечере Господней, читание Слова Божия и молитва являются необходимыми тремя составными частями, чтобы иметь в себе жизнь. Писание также указывает на взаимоотношение к крови с Духом. Там, где трудится Дух, там может проявиться сила крови Иисуса Христа. Именно благодаря Духу Божьему, пребывающим в нашем Господе, Его кровь имела такую ценность и такую силу. 1 Иоанна 5 глава 7 стих Ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святой Дух, и сие три суть едина, и три свидетельствуют на земле, Дух, вода и кровь. Исии три об одном. Вода относится к крещению покаяния и оставления грехов. Кровь свидетельствует об искуплении в Иисусе Христе, кровь. А Дух это Тот, кто обеспечивает силой и воду и кровь. Дух и кровь всегда трудятся вместе, свидетельствуют вместе. Там, где в вере почитается кровь, там действует Дух. И где действует Дух, Он всегда ведет душу к крови. Писание говорит о тех благословениях, которые мы приобрели через кровь Иисуса Христа. Это примирение через кровь. Это очищение через кровь. Это освящение через кровь. Общение с Богом через кровь. Победа над сатаной через кровь. И жизнь вечная через кровь. Мы должны благодарить и славить нашего Господа за то, что Он искупил нас из рук сатаны. Что Он пришел на эту грешную землю. Что Он пострадал за нас. Что Он дал нам все, чтобы привести нас к Отцу. Давайте склонимся на наши колени и поблагодарим и прославим нашего Господа. субтитры субтитры